Всем огромнейший привет, с вами ixbt.com, Станислав и Андрей. Сегодня мы рассмотрим очередной продукт китайской компании Colorful. На внутреннем китайском рынке эта компания очень даже популярна, причем настолько, что за такой компания как Asus такая слабая и не снилась. Мелковат. Половина всех видеокарт, продаваемых внутри Китая, это Colorful. Сегодня мы рассмотрим GeForce RTX 3080 Ti. Напоминаю, что все карты на базе RTX 3080 Ti имеют 12 гигабайт памяти GDDR6X. Теперь о комплекте поставки. Это надо особо отметить. Уже это недолго. В комплект поставки с карты входит руководство пользователя, различные листовки, салфетка для протирки этого самого экранчика на торце карты, перчатки для того, чтобы карту можно было монтировать и демонтировать ПК без опасения получения ею статического разряда от тела человека. Эндрю, ты что? Ну, хотя бы запора у него не будет. Также в комплект поставки входит разборная подставка под карту. Мы сами видим, что карта весьма массивная, поэтому подставка, конечно, ей очень необходима. Подставка привинчивается к карте, поэтому конструкция получается очень жесткая. Также в комплект входит отвертка с двумя насадками для легкого демонтажа кожуха системы охлаждения, для того, чтобы можно было очистить радиаторы и вентиляторы от пыли, не снимая весь кулер с карты. Разумеется, и сюда еще и входят те самые кабели для управления экраном и синхронизации подсветки с материнской платой. Данная карта относится к серии Вулкан, что означает особый дизайн, особая форма и обязательно наличие экрана на верхнем торце карты. Сам экран имеет размер 480 на 128 пикселей. На него можно выводить собственные картинки, анимацию, мониторинг состояния карты и текущую системную дату и системное время. Тарта имеет два дополнительных гнезда, к которым подключается кабель для синхронизации этой самой подсветки с материнской платой, а также кабель для подключения к разъему USB на материнской плате для управления тем самым экраном. Карта имеет три гнезда питания по 8 контактов каждой. Что касается вывода графики, также мы видим стандартный набор. Три дисплей-порта версии 1.4А и одно гнездо HDMI версии 2.1. Карта имеет две версии BIOS. Они переключаются вот этой кнопкой. Обращаю внимание, что переключать BIOS можно только при выключенном ПК. Так называемая турбо-версия поднимает лимит потребления, делая ручной разгон более эффективным. Что касается системы охлаждения, мы видим очень мощный массивный кулер. Основой его является медный никелированный радиатор, состоящий из двух секций, соединенных между собой тепловыми трубками. Графические процессоры, микросхемы и память охлаждаются с помощью одного большого плато, к которому те самые тепловые трубки припаяны. Это же плато охлаждает и силовые элементы преобразователя питания. Брэнк сейчас покажет, как надо пугать людей. Сама карта имеет размеры весьма приличные. 310 мм длины, 130 мм высоты и 60 мм толщины. То есть, занимает ровно 3 слота в системном блоке. Продолжение следует... ... 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 Продолжение следует...